Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В режиме самоизоляции под наблюдением врачей и Роспотребнадзор находится 58 человек. Это жители нашего города, которые прибыли за последний период из туристических поездок. Уважаемые члены штаба, довожу до вашего сведения о внесении изменений и дополнений в постановлении администрации городского города Кумертау о недопущении за возраст распространенного коронавирусной инфекции на территории города Кумертау на основании указа главы республики Башкортостан ради Валерича Кабирова. С 23 марта отменить все культурные и спортивные мероприятия в городе Кумертау свыше 50 человек. Гражданам, прибывшим из иностранных государств, обеспечить самоизоляцию на дому на срок до 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. Незамедлительно сообщить о своем возвращении в Российскую Федерацию по номеру телефона 8 347 286 58 27 или заполнить анкету на сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. И при появлении признака заинфекционного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений. Общеобразовательным организациям, школам, подлить школьные каникулы с 23 марта по 1 апреля 2020 года. И со 2 апреля организовать обучение по дистанционной форме проведения обучения. Соответственно, я бы хотел сегодня заслушать также доклад под управлением образованием, каким образом у нас организовывается дистанционная форма обучения, какие работы сейчас проводятся, как будет эта вся система работать. Следующее изменение – это внести в план мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции дополнение о прекращении допуска граждан в кинотеатры, плавательные бассейны, фитнес-центры и другие объекты физической культуры и спорта. Я попрошу здесь по этому пункту дополнение к постановлению, Розен Николаевич, выпустить. Также на основании письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан со вчерашнего дня приостановить работу детских объединений всех направленностей и учреждений дополнительного образования. Тоже также включить в изменение постановления. И также, уважаемые члены штаба, переходим к вопросам с докладами. Значит, попрошу по первому вопросу о мероприятиях, проводимых Роспотребнадзором по городу Помертау при возникновении случая обнаружения больного или лица с подозрением на коронавирусную инфекцию. Татьяна Григорьевна, два слова. Значит, хотелось бы по этому вопросу сказать, что существуют санитарные правила, санитарно-охрана территории и в исполнении санитарных правил по санитарно-охране территории изданы были методические указания организации проведения первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного трупа подозрительного на заболевание инфекционными болезнями, вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Согласно этим методическим указаниям, пятый раздел это общий принцип и порядок организации проведения противоэпидемических мероприятий при выявлении больного трупа. Все первичные противоэпидемические мероприятия проводятся при установлении предварительного диагноза, который ставится на основании характерной клинической картины заболевания и эпидемиологического анамнеза. Мероприятия включают временную изоляцию больного с последующей его госпитализацией, уточнение диагноза вызов консультантов, информация о выявленном больном руководителя учреждения в установленном порядке, оказание больному необходимой медицинской помощи, забор материала для лабораторного исследования, выявление и регистрация лиц, контактировавших с больным или объектами подозрительными на возбудителей болезни, проведение текущей и заключительной дезинфекции. Кроме того, проводится весь алгоритм мероприятий, которые проводятся медицинским учреждением. Весь этот алгоритм мероприятий есть в нашей центральной районной больнице. И поэтому то, что касается, и первично мы вот эти все мероприятия отрабатывали, когда у нас был больной с подозрением на коронавирусную инфекцию и с контактными. Мы сработали в этом случае, и вот у нас есть взаимопонимание, быстрая информация, доведение до сведения для того, чтобы правильно принять все меры. Дело в том, что сейчас каждый день с учетом изменений меняются, если у нас раньше была сразу незамедлительная изоляция в инфекционное отделение или бокс, то вот Министерство здравоохранения Республики Башкортостан на основании по исполнению переказа Минздрава России от 19 марта номер 198 М о временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. И здесь уже вот в этом приказе дается, что пациенты, которые вернулись в течение последних 14 дней с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, легкой течения, могут изолироваться в домах, чего вот раньше, допустим, не было. То есть вот этот алгоритм, что необходимо проводить и как он меняется, мы будем. В случае, если у нас будет количество, это средняя и тяжелая форма течения, то тогда необходимо будет задействовать вот уже все те противоэпидемические мероприятия, которые мы расписали, это так, как изолятор, обсерватор, вот только при вот этим. Для этого собирается СПЭД, для того, чтобы оценить, вводятся какие мероприятия и как будет происходить перепрофилирование вот этих учреждений для работы в особых условиях. Спасибо большое, Татьяна Любовна. Ну, и еще, если можно, вот просто хотела сказать, вот у нас поступают каждый день списки, большое количество. Получается, что люди, хотя бы призывали гражданской ответственности, одна треть, но две трети из этих списков получается, что адреса, которые указали люди, они неверные. Кроме того, уже отмечается вот случай, выезжали мы вчера, выезжали мы сегодня даже с сотрудниками МВД, люди отказываются подписывать какие-либо материалы. Вот это тоже вот то, что еще вот... Это наше самосознание, так скажем, да, никакой ответственности. Да, это наше самосознание, как сегодня в присутствии сотрудника МВД заявили. Вот я еще посплю, вы мне оставьте, я вот почитаю, а потом вы приедете, это уже третий раз, к этой даме приезжают. Возможно, я подпишу. Понятно. У нас вот центр повышенной готовности, как на сегодняшний день работает? Есть там проблемы какие-то еще? Центр был касаемо содействия, вернулся, как говорится. Но пока обращений в этот центр не было, у нас Леонид Михайловна входил полностью в государственном столе, в центре семья, как говорится. Туда пока обращений не было, как говорится. Всем, у кого мы проводят, у нас объезд, как говорится, сейчас социальные работники, совместно с МЧС, совместно с МВД объезд проводят. Они вручают им дополнительную информацию о том, что центр, да, создан в городе, номер телефона горячей линии, как говорится, куда они могут сообщить, совместно с волонтерами-медиками, оказать им содействие. Мы послушаем, да, Леонид Михайловна, не сейчас, я вам предоставлю слово. Давайте мы послушаем сейчас Олег Анатольевич по обстановке на сегодняшний день, как проводится работа по данному направлению. Уважаемый Олег Юрьевич, участники заседания, выставляю информацию о количестве заболевших граждан острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, пневмонией в городском округе на 10 утра 25 марта 2020 года. Количество заболевших за сутки 67 человек, из них всего 7 детей. Грипп лабораторно подтвержден ни одного случая. Заболевших пневмоними 4, 1 находится в реанимации. Сейчас по нему проводятся мероприятия, но там сомнится. Сомнительно. Давно болеющий там ВИЧ, туберкулез и прочие вещи, которые скорее всего все это вызвало внимание. Уз анализа взят, но находится в реанимации, переводится на аппарат ВВЛ. По данным амбулаторной службы, количество вернувшихся из неблагополучных подкаронной вирусной инфекцией и подлежащих домашнему карантину на 8 утра составляло 66 человек, чуть больше, чем вы назвали. То есть цифры меняются, здесь ничего такого нет. Постоянно поступают в списки на работа. Продолжается, и мы по городу 66. В случае подозрения на коронавирус COVID-19 в городе районе нет. На сегодняшний день. Есть необходимые запасы, как я раньше говорил, для средств, костюмов одноразовых. Мы сейчас продолжаем получать и до закупать эти вещи все, респираторы, костюмы. Подана заявка на еще один аппарат ВВЛ. Сегодня пришла еще одна схема, подать большую заявку. То есть, возможно, помощь будет усиливаться пока. Вот такая промежуточная информация. У меня, в принципе, я уже заканчиваю, Олег Юрьевич, у меня тому плану, который мы уже утвердили, значит, такое у нас предложение. В случае, если развиваться по пессимистическому варианту все будет, значит, как мы говорили, что у нас был знак, предусматривался провизорный госпиталь. Если будет нарастать количество пораженных, то мы его перепрофилируем по мере поступлений в инфекционную территорию. А терапевтический корпус станет провизорным. Это вот такой момент. И тогда нам потребуется помощь в виде коек 100 кроватей с 200 комплектами постельных принадлежностей. Я говорю, это намного заранее. Я, то есть, можно просто переместить и кровать. Речь идет не о закупе. О помощи штаба, значит, или либо города. О перемещении количества кроватей, постельных комплектов для этих целей. И если такое вопрос встанет, то есть, чтобы хоть какая-то была подготовка резерв. Например, сейчас мы, если инфекция становится, значит, госпиталь для COVID-19, у нас в здании психотерапии будет размет инфекционное отделение обычное. Кишечник инфекции, там прочее, что, конечно, у населения останется. Там будет другая бригада врачей. Мы сейчас уже туда снесли 15 с кровати и ждем. То есть, например, вот так мы поступили. В психотерапии дело такое, там, в одной комнате, в одной из комнат, в одной из комнат, в моторанце, кровати, постели, принадлежьте, что же лежат. Их просто расстанет. Я бы хотел, конечно, здесь обратить внимание, что можно ли нам с этим делом, как бы, вот, значит, например, горный колледж, там, общежитие. Оттуда будет дружно, перенесено столько кровати. Я правильно понимаю, это не обсерватор. Мы не о нем говорим. Нет, я говорю сейчас, а, если мы о чем разворачиваться дальше, у себя, то есть нам нужен коечный коек, который в запасе, к сожалению, у нас нет, стратегический запас опоек. Я говорю просто о койках, о матрасах, о остальных. Если кто-то, значит, из учреждений или организаций будет, по обсерватору тоже, вот, здесь присутствуют, значит, у нас коллеги, я бы хотел, как бы, уже четче, чтобы понимание, членов штаба, руководителей, готовы ли они, вот, например, если завтра, есть ли у них алгоритм, полученный от нас или от вас потребитель, готовы ли они зато полностью освободиться и пустить наши товарищи, которые мы к ним привезем. Точнее, во обсерватор, которые приезжают сами. То есть, скорее всего, сейчас, например, встал вопрос, два, в одинце был селектор, едут уже люди группами, которые готовы, не хотят находиться дома, они готовы разместиться в обсерватор. Поэтому, конечно, кумаковый вопрос, если в нашем плане это обсерватор, насколько готовы это принять их. Там митик даже не надо сегодня говорить, что и митик-то не нужен. Просто люди размещаются и живут. То есть, мастеричного типа, по сути. По сути, это, ну, их там, кормить или... Потому что кормить, это даже вопрос. Кормить, и откормить, и чтобы они никто не вышли. Ну, типа поста организовываются. Да, зашли только те, и остались там на карантинный период. Это вот, например, сейчас саловать открывает обсерватор, поэтому... 15-7 человек с Таиланда придет. Есть вопросы по территории, да? Вот поэтому, как бы, счет уже на секунды пошел. Дни на минуту. То есть, вот, уже, я говорю, есть пример городов. В Уфе-то все четко отработали. Уфе-то еще показали все так. А у нас только, ну, в Уфе-то, в обсервацию. Если совсем заморозится, мы повезем туда, скорее всего. Но однажды нас скажут хорошие, ребята, тут уже не лезть. То есть, такой у нас по кормизору, такое взаимодействие. Сейчас вот, например, мы можем еще отвезти туда. Через неделю, не факт, пик ожидается 2-2 апреля. Пик по науке, от момента появления первых больных до пика, где-то проходит вот это время. Чуть меньше месяца. То есть, чтобы не так понимать. У нас четверо появилось, значит, их будет максимально много будет в апреле. В конце. Ну, то есть, это возможно, я уже, наверное, повторю, слова главы республики к нам придут. Скорее, ну, к нам умертало придут. К нам придет тоже, чтобы гадать тоже ничего. Дай бог это будет развиваться по китайскому варианту. То есть, медленно, с возможностью перестроиться, открытие обсерваторы. Ну, как бы хотел заранее все продумать. Если нет, то идеально будет. Мы будем успевать выписывать, вложить, выписывать. А если они все скобом придут, тогда будет сложно. Ну, давайте, скорее, таким образом. Значит, у нас два вопроса получается сегодня, да? Это первое, дополнительные места, колька места организации. Значит, Алексей Николаевич, давайте мы проработаем прямо сегодня, значит, учебными учреждениями, где у нас имеются общежития. И плюс, значит, наши гостиницы, в том числе гостиницы «Кумертау», есть гостиница на автовокзале. На автовокзале. Это вот эти моменты. Теперь, по то, что касается обсерваторов. Есть понимание какое-то? Нет. У учреждений, кому мы письма направляли уже. Ответы будут сегодня? Да, пока нет. Сегодня я звонил в Минтрук. У них происходит письма для того, чтобы ответить. Значит, Алексей Николаевич, когда с Министерством труда давайте тоже сегодня связываемся, это вот одна история. Вторая история по международному инстанционному предприятию. Ответ, когда ждать этого стены? С управляющим директором мы вчера переговорили. То есть, все вопросы мы обсудили по питанию. Есть понимание, это сейчас внутренняя наша проблема полностью. От вас, получается, нужно именно помещение, где бы можно было разместить людей. Соответственно, питание мы берем на себя, решаем самостоятельно этот вопрос. По охране тоже. Это наш вопрос. Муниципальный. Тогда постарайтесь сегодня получить ответ от Министерства социальной защиты. И завтра, я думаю, будет отхумалка. Плюс дополнительные, вот, кольки мест, организации. Дальше. Значит, Алена Михайловна Евченко. По реагированию и применению мер, принимаемых мер от работы Центра по оказанию содействия граждан на конечном движении Санкт-Петербурга. На базе службы семьи Южного Международного центра «Семья» создан временный центр по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, и в частности тем, кто прибыл из-за рубежа. В случае, если такие граждане являются одинокими, не имеют возможности обеспечить себе предметами самой-самой первой необходимости, то в этом случае они могут обратиться, позвонив на горячую линию и оставить заявку. Называю для всех телефон горячей линии 347-61-468-62. Звонки принимают специалисты нашего центра «Семья». В соответствии с регламентом работы в службе имеется журнал регистрации. При поступлении звонка будет запрашиваться самая необходимая информация. Это из какой страны прибыл обратившийся, сроки прибытия, личные данные, включая адрес, и обращался ли человек в больницу, и сдавал ли он анализы. Также запрашиваться будет та информация, что необходимо человеку. Это предметы первой необходимости, продукты и лекарства. Вся информация будет передана волонтерам, медикам. Волонтеры-медики – это студенты 4-го курса Стрельтомахского медколледжа. Они все совершеннолетние. У волонтеров, у группы есть свой координатор. Все товары будут доставляться гражданам только до двери. Вход в квартиру будет им запрещен. Об этом изначально гражданин будет уведомлен при обращении по телефону. И оплата будет производиться только безналичным расчетом на карту координатора-волонтера. Это тоже оговаривается изначально. На 25 марта, то есть на сегодняшний день, на данный момент, обращений таких граждан не поступало. То есть это говорит о том, что люди либо находятся на самоизоляции, но у них есть возможность приобретать продукты, это либо родственники, либо соседи, либо какие-то, те, кто помогают им. Пока такая информация. Скажите, обращений лиц пожилого возраста, старше 60 лет, тоже не поступали пока? Не поступало. Не пока не поступало. Но в основном такие граждане, конечно, уже обслуживаются. К ним приходят социальные работники, находятся на обслуживании. Одинокие граждане, они все равно мониторятся в течение года, они все практически на обслуживании. Хорошо, спасибо. Посещение граждан с проверкой, находящейся на самоизоляции, социальными работниками, дополнительным возрастом Натальи Анатольевны. Наш Центр социального обслуживания работает по спискам, направленных в Министерство труда. Начиная с 23-го и по сегодняшний день у нас по спискам 85 граждан, прибавших из-за рубежа. 79 граждан мы уже обследовали и с повторным посещением. Это было 24-го, начиная с 23-го и 24-го было повторное посещение 6 граждан. И сегодня новые списки подошли в количестве 15 человек. Сейчас работает группа в составе социального работника-специалиста и представителей МЧС. С 23-го по сегодняшний день всего было сформировано 6 групп в составе социального работника, представителей МЧС и составителей полиции. Все сработали хорошо. Вопросы по продуктам и предметам первой необходимости не возникали, но сегодня позвонил УФА, Центр социального обслуживания населения республиканский. Было обращение по поводу жительницы нашего города Жарикова и бабушка, 88 лет, проживающие по машиностроителям, что ей необходимы были продукты. Социальный работник обратился, был отказ, но тем самым мы просто ее взяли на социальное обслуживание. Она изъявила желание встать на социальное обслуживание. Результаты сегодняшней поездки пока еще неизвестны. Группа работает, это будет известно ближе, наверное, к 4,5-5-му. И весь отчет мы предоставляем Лобанову, город Мелиус, и Министерству социальной защиты. Спасибо, Наталья Анатольевна. Прошу, Николай Сергеевич, у вас положить информацию о состоянии по учреждениям образования, что там происходит, как организована работа. Прошу вас. Уважаемый Олег Юрьевич, участники заседания. В дошкольных и общеобразовательных учреждениях осуществляются мероприятия по выявлению обучающихся и воспитанников с признаками инфекционных заболеваний и не допущению таких детей к занятиям. Не допускаются работники с признаками ОРВИ на рабочее место. Организованы профилактические мероприятия, предусматривающие обеззараживание посуды, воздуха, рабочих поверхностей, обеспечены условиям дошкольных и образовательных учреждений для обработки рук детей и работников. В дошкольных и образовательных учреждениях введен режим ограниченного доступа родителей, передача детей на входе в детский сад без дальнейшего прохождения в группы. В общеобразовательных учреждениях продлены каникулы до 1 апреля с дальнейшим обучением при помощи дистанционных форм обучения. В настоящее время проводится мониторинг возможностей учащихся обучаться дистанционно, готовится предварительная информация по организации дежурных классов в образовательных учреждениях и в настоящее время проходит обучение педагогов города для работы в такой форме. Для организации работы в образовательной организации направлены образцы приказов и заявлений. В дошкольных и образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования также направлены приказы с приложением четкого алгоритма работы в период повышенной готовности. С 25 марта управление образованием введен режим дистанционного приема граждан. По состоянию на 25 марта 2020 года в городе Кумертау закрыта одна группа 25 человек в детском садике номер 15 «Маячок». Там превышен порог, эпид-порог заболеваемости, это закрыто на карантин по причине ОВИ. Всего в городе на сегодняшний день отсутствует 1553 ребенка, из них 462 по причине заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями, остальные по заявлениям родителей. Собственно, такая рекомендация поступала от Министерства образования, что в случае, когда есть возможность оставить детей дома, этой возможностью нужно воспользоваться. И эту информацию доводим до родителей во всех дошкольных образовательных учреждениях. На сегодняшний день один руководитель образовательной организации находится в режиме самоизоляции на 14 дней по прибытии с благополучивой территории. Доклад окончен. Красиво Николай Сергеевич, есть у нас информация по поводу обстановки в сетевых магазинах, продуктовых магазинах, что там свежая? Свежая обстановка есть? По поводу продовольствия, какие-то проблемы нет, ажиотаж спал, люди, те, кто паниковали, свой спрос удовлетворили, по спокойствия, работа ведется в штатном режиме. На свою очередь могу констатировать, что в принципе на складах продукты есть, все абсолютно первой необходимости, не первой необходимости. Как на складах Бородокумента, так и на складах Республики и Российской Федерации. Поэтому здесь не должно быть никакого ажиотажа и паники абсолютно. Коллеги, с докладами все выступили. Я попрошу вот эту информацию для работы принять. Изменение постановления сегодня же выписать и на подпись замести. Вопросы дополнительные, да, вот того и члены. Я бы сразу не сказал, да, по изменениям постановления, если можно, внести также и переход на дистанционную форму. Почему? Потому что, с одной стороны, это право родителей, и нельзя в этом праве отказать. Но, с другой стороны, мы знаем примеры, практически в каждой образовательной организации есть родители, не желающие этим правом пользоваться. И в этом случае надо понимать, что это единственная возможность продолжить обучение. Другой мы не можем предоставить в умельчихся условиях. Николай Сергеевич, у нас с учетом дистанционной формы обучения есть понимание методики обучения или пока она только в стадии проработки с министерством образования? Методика обучения есть, она направлена министерством. Мы довели информацию до всех школ. Вопрос в другом. Техническая готовность самих родителей и детей принять эту форму обучения. Потому что в тех случаях, где это будет невозможно, а мы знаем, что так будет, на этот случай будут также предложены кейсы заданий для их выполнения с последующим контролем исполнения на бумажных носителях. Я так понимаю, в пятницу 27-го числа мы посмотрим все-таки реально, как работает эта методика. К концу дня пятницы мы будем знать расклад по городу, то есть какими из форм существующих мы будем пользоваться. Хорошо, тогда у меня все. Мы заканчиваем заседание штаба. Следующее заседание штаба будет в пятницу. Время будет обозначено дополнительно. Спасибо всем большое. Спасибо.